Доброе утро! В студии «Радио Болтком» Евгения Шеременева, ведущая программы «Без антракта», звукорежиссер Евгений Копеин. Доброе утро, Евгений! Давно не виделись. И с нами из «Даугавпилса» и из театра Олег Шапошников. Доброе утро! Доброе утро! Очень рада вас видеть. Спасибо, что согласились в такую рань. Но до репетиции, до работы я теперь стараюсь это делать так, чтобы все театральные люди успевали потом к себе к 11, к такому установленному обычно времени начала каких-то действий в театре. Как ваши дела в театре? В это время непростое. Сколько вы уже не работаете? Как держится коллектив? Вот это самые главные вопросы, которые я пытаюсь сейчас обсуждать со всеми, кто вовлечен в процесс и вынужденно находится в изоляции от зрителей. Да, спасибо за такие душевные вопросы. Но что касается того, что время непростое, с этим не поспоришь. Однако я придерживаюсь этой точки зрения, что все-таки государственным театрам, которым помогает государство благодаря изначально существующей дотации и дополнительных средств, все-таки грех было бы жаловаться. Понятно, что мы не выполняем свою главную функцию, то есть мы не встречаемся со зрителями, и театр для общества, в общем-то, закрыт, и такая терра инкогнито. Но на самом деле все, что касается внутренней жизни театра, и отвечая на ваш вопрос также о том, как держится коллектив, то здесь все-таки я бы еще раз сказал, что жаловаться нам, скорее всего, было бы грех, потому что мы знаем, насколько тяжело приходится работникам других сфер, тем более тем, у которых нет государственной поддержки и так далее. Ну и что касается самого коллектива, то спасает нас все-таки увлеченность нашей работой, и несмотря на то, что мы действительно не имеем права выйти со своими спектаклями к публике, и публика не может прийти к нам и заполнить зал, даже наполовину, как это было еще осенью. Мы все-таки сохраняем эту бодрость духа, потому что создаем спектакли, которые, надеемся, раньше или позже мы будем очень интенсивно играть. И когда зритель сможет, наконец, прийти в зал театра, то я думаю, что премьеры будут выпускаться чуть ли не каждую неделю, то есть те, которые выпущены нами уже сейчас для нас самих, а потом на зрителя они будут выходить буквально каждую неделю, и это будет что-то такое, чего, наверное, никогда не было ни в одном театре, ни в одну эпоху, чтобы так часто нужно было выпускать новый спектакль. Я тоже об этом думаю, думаю с точки зрения себя как профессионала театрального, который, в общем, всегда старается попадать на все премьеры. И если иметь в виду, что даже в обычный сезон иногда не успеваешь одновременно попасть в два театра, потому что премьеры одновременно выходят, то я себе с трудом представляю время именно для профессионального зрителя, такие как журналисты, коллеги наши, эксперты, все, кто приходит на премьеры для того, чтобы не упустить возможность, потому что потом это очень сложно бывает иногда и догнать, потому что спектакли играются в определенном режиме, не так, чтобы можно было легко спланировать. И я когда представляю себе, какой шквал премьеры обрушится на профессиональных зрителей, критиков, журналистов, экспертов, я, в общем, думаю, что надо как-то бронировать какое-то время, просто ничем другим не заниматься, а только ходить каждый вечер в театр. Потому что так же, как вы, в общем, существуют сейчас все театры, все театры готовят новые спектакли для того, чтобы театр не останавливал работу, чтобы быть в форме, и ждут только разрешения начать открыть двери для зрителей, конечно же. Что из вашего предыдущего репертуара вы понимаете? Вот мне кажется, очень еще важный вопрос, и для меня тоже, как для зрителя. Ведь мы за это время, к сожалению, вот это год уже, да, как театры фактически не работают, потому что летом была небольшая возможность, осенью чуть-чуть. И если спектакль не играть, то его потом очень трудно восстановить. Тем более, если спектакль был поставлен приглашенным, например, режиссером, которого надо опять вызывать для того, чтобы делать восстановительные репетиции, и это дополнительные затраты, а иногда еще режиссеры приезжали из других стран, что уже сейчас вообще нереально для восстановления сделать. Со сколькими спектаклями из текущего репертуара вам придется попрощаться по тем или иным причинам? Вы как-то предполагаете эту ротацию? Ну, мы уже, мы уже понимаем, что эта ситуация именно такая, как вы ее описали, мы не откладываем это прощание со спектаклями на какой-то неопределенный срок, как бы оттягивает неприятный момент расставания. Мы уже в начале этого года, календарного года, мы уже поняли, что четыре спектакля, прежде бывших в нашем репертуаре, которые регулярно показывались, их невозможно будет восстановить именно по тем причинам, о которых вы рассказали, тем более, что в нашем театре не только часто работают приглашенные режиссеры, но и приглашенные актеры, которые приезжают, пусть даже и не только из соседних стран, хотя это тоже так, но даже из Риги, но учитывая то, что эта работа будет, как вы уже сказали совершенно точно, будет очень интенсивной для всех, когда откроются театры, то, пожалуй, рассчитывать на подобного рода координацию просто не приходится, но в силу здравого смысла. И четыре спектакля точно мы уже из репертуара вычеркнули. И мы, конечно, прежде всего таким же образом и по этой же причине беспокоимся и о тех спектаклях, которые поставлены совсем недавно. Потому что здесь еще, знаете, на самом деле большой вопрос, какой спектакль легче восстановить, тот, который, скажем, пару лет игрался и уже, что называется, есть мышечная память актеров, или тот спектакль, который мы поставили, вот, кстати говоря, и в этом сезоне, есть уже несколько спектаклей, которые поставлены, которых зрители ни разу не видят, и мы сами его сыграли только для того, чтобы поставить точку в репетиционном процессе. И мне кажется, что вот такой спектакль еще сложнее восстановить, привести его в форму, потому что он не окрепший абсолютно. И получается, что с одной стороны, да, то, что я сказал, это выглядит как бы так празднично, да, что буквально фестивальным образом мы будем показывать одну премьеру за другой, но в то же самое время надо понимать, что это потребует не только просто интенсивной работы, это потребует, скорее всего, огромной переработки, что тоже может не очень хорошо сказаться в итоге на результате, потому что восстановление каждого спектакля – это не вопрос одной репетиции, это вопрос, скорее всего, по меньшей мере пяти дней. И поскольку существует еще необходимость играть, то здесь, я думаю, что мы просто будем работать в авральном режиме, и очень важно прагматично, грамотно подойти к планированию этого процесса, чтобы не случилось то самое выгорание, из-за которого вот этот эффект превратится в дефект. Я тоже думала очень много о тех спектаклях, которые вот вышли в прошлом году весной, в момент, ну там, февраль-март, да, которые были сыграны один-два раза, и, в общем, судьба их оборвалась. И у многих ли из них будет возможность действительно потом заново родиться, или что с ними случится. И ведь были замечательные спектакли, созданные в этот период, которые, ну, в общем, были выдвинуты даже на премию «Спелменю» на акции в прошлом году. Вот я думаю о вашем человеке из Подольска, например, да, который вы сыграли, ну, сколько вы раз сыграли? Несколько раз, да? Ну, по большому счету, да, это три спектакля всего лишь. Да, конечно, это еще спектакль не успел набрать ни ощущений, ни взаимоотношений со зрителями никакого. Непонятно, как он будет дальше жить, а спектакль чудесный, и очень бы хотелось, чтобы он продолжил свою жизнь у вас в театре. Ну, мы также думаем о каждом из наших спектаклей, потому что многие спектакли в нашем театре, несмотря на то, что аудитория все-таки «Дауглуппилса» и «Регионы» ограниченная аудитория по сравнению, я думаю, по численности, по сравнению со «Столичной», тем не менее, многие спектакли, по меньшей мере, треть находится в репертуаре многие годы, и очень дороги зрителям, и, может быть, о них не знают все критики и так далее. Кстати, вот вы упомянули о проблеме для театральных профессионалов отсмотра спектаклей. Что касается «Дауглуппилса», то эта проблема, разумеется, усиливается, усугубляется тем, что в «Дауглуппилс» необходимо еще и приехать, и для того, чтобы здесь отсматривать спектакль, нужно еще и находиться здесь, вдали, скажем, от своего родного города. Это все очень осложняет, и, к сожалению, вот эта необходимость все-таки публичного освещения событий в театре, это очень важный момент. Мы как раз недавно говорили в составе всех директоров театров об этой проблеме, о том, что, несмотря на то, что мы сами для себя, вот то, с чего я начал наш разговор сегодня, по вашему вопросу, как мы себя чувствуем, да, мы себя ощущаем все-таки живым, работающим коллективом, но страшно, на самом деле, страшно то, что общество об этом мало что знает. И мы в театре, например, получаем от зрителей такие тревожные вопросы, которые, я думаю, имеют основания зрители задавать, а будет ли вообще театр в городе после пандемии? Понимаете, насколько все-таки пессимистичен этот взгляд, именно потому, что есть ощущение, что в театрах действительно за этими закрытыми дверями не происходит ничего, возможно, уже и актеров нет, и все разъехались, и так далее. И вот эта необходимость освещения того, что все-таки театры работают, она как-то, мне кажется, слегка упущена, и также обсуждался вопрос недавно о том, что, может быть, надо изыскать возможности официальные, разумеется, чтобы театральные профессионалы, журналисты, критики могли все-таки, соблюдая необходимые меры предосторожности, попадать на спектакли еще до того, как театры откроют свои двери для широкой публики, чтобы все-таки информировать общество о том, что происходит премьера. И, кстати говоря, это смогло бы разгрузить немного профессионалов, чтобы потом они действительно в течение двух-трех месяцев не сошли с ума от просмотра. Да-да-да, и вам надо, между прочим, всем руководителям театров тоже позаботиться о публике и как-то распределить премьеры во времени так, чтобы не было одновременных важных событий, ну, в один день, в один вечер. Я хочу сказать... Поэтому нам будет трудно избежать. Да-да-да. Но я хочу сказать, что я вот именно поэтому вас сегодня позвала и стараюсь все-таки поддерживать, хотя иногда у меня были такие мысли, я сейчас веду программу реже, чем в обычный сезон, потому что действительно это сложно, находить информационный повод для того, чтобы с кем-то что-то обсудить. Но и потом в студии всегда хочется говорить, а сейчас в студии невозможно, сейчас все в зуме только можно делать. Это, конечно, немножко такое... Это дистанционное общение, оно все равно немножко теряет, и даже на радио, по звуку, и по изображению потом. Я стараюсь об этом говорить, я стараюсь приглашать все-таки людей, которые продолжают работать, именно для того, чтобы рассказывать о том, что идет некая параллельная жизнь в театре. Что театр там за кулисами, там за занавесом, там продолжается работа, продолжается жизнь, продолжаются репетиции, накапливается новая энергия, новые названия. И это происходит и в Дауговпилсе, и в Резекне рядом с вами, и в Валмире, конечно же. И я-то просто подписана как профессионал и слежу за всем, что происходит во всех театрах, и вижу. Поэтому мне, в общем, есть о чем поговорить и о чем спросить. Скажите, за этот период времени вот этот вот такой простой для зрителя, простой не в смысле простоты, а то, что вы стояли, и интенсивной закулисной работы, репетиционной, у вас внутри трупы какие-то изменения произошли? Есть ли какие-то, может быть, приобретения за последнее время? Или, наоборот, этот период времени дал вам возможность переосмыслить тот состав, который есть у вас сейчас? Ну, говоря о труппе, не знаю, к счастью, наверное, никаких изменений не произошло, потому что сейчас в Дауговпилском театре тот состав труппы, который, пожалуй, является таким наиболее, исходя из своего опыта, за все эти годы он дошел до такой хорошей очень кондиции, максимальной работоспособности и возможности внутреннего взаимодействия, то есть то, что мы называем ансамблевость. Так что это и любые такие перестановки, скажем, какие-то, если бы они касались потери каких-то людей, это было бы очень болезненно и сейчас совершенно было бы неуместно, хотя какое-то время назад, возможно, казалось бы, что именно об этом бы мы и мечтали, чтобы что-то поменялось. Другое дело, что мы по-прежнему очередной раз, я бы сказал, испытываем дефицит молодых актеров, я имею в виду совсем молодых. Это то, что для нашего театра достаточно актуально по-прежнему и это то, о чем мы думаем, и, кажется, есть определенные подвижки, есть возможность, а скорее всего, что она появится. Пока в этом не уверен, это зависит не столько от Долковского театра, сколько от решения финансового вопроса, связанного с компетенцией Министерства культуры, возможно, будет набор нового актерского курса, двухгодичного курса здесь в Долгово в Пилсе на базе музыкального колледжа. Это вот то изменение, то есть пополнение, точнее, так бы я сказал, которого мы очень ждем. Что касается самого коллектива, как я и сказал, тут изменений количественных нету, а вот что касается качественного изменения, то да, вы правы, какое-то переосмышление произошло, но это связано как раз с процессом, а не с персоналиями. И я думаю, что в каждом театре, опять же, общаясь со своими коллегами и руководителями театров, мы понимаем, насколько важно иметь возможность погружения в репетиционный процесс в том объеме, и временном объеме, и, может быть, эмоциональном объеме, который есть у нас сейчас. Но я поясню, если это не очень понятно для слушателей, в том числе, что когда какой-либо спектакль до сих пор в театре ставился, уже на протяжении, наверное, десятилетий, то, как правило, это всегда, естественно, для любого актера, это двойная, то и тройная нагрузка, потому что иногда, точнее, ежедневно многие актеры играют в вечерних спектаклях, с утра они репетируют, потом у них еще есть какие-то обязанности по театру, и таким образом эта нагрузка не дает возможность сосредоточиться, сконцентрироваться на репетиционном процессе, который связан с каким-то одним конкретным произведением. И речь, конечно, не идет только о запоминании текста, такое, даже здесь не столько речь о нагрузке физической, сколько именно эмоциональной и духовной, если хотите. И ни у одного театра, я думаю, до сих пор не было такой возможности полностью оградить участвующих в новой постановке актеров от занятости в других спектаклях, то есть создать для них вот этот творческий инкубатор, что ли. Об этом была только мечта. Но и вот здесь, получается, не было счастья, несчастье помогло. То есть мы вдруг оказались в ситуации, когда мы абсолютно легально, пусть даже и сетую на то, что у нас нет зрителей, мы оказались в ситуации, когда мы можем полностью посвятить себя, я сейчас говорю про себя как про режиссера, только тому, что мы занимаемся одним конкретным произведением, одной конкретной новой постановкой. Это очень важный опыт для нас. И, наверное, это как раз то переосмысление, которое заставит нас думать впредь, все-таки как организовывать процесс постановок. Понятно, что это все не будет так легко, когда мы вернемся к обычной работе, но это то, что дало нам возможность почувствовать совершенно другой уровень погружения, и мы сразу же видим и результаты другие. Ну, по крайней мере, мы сами это видим. Я тоже как раз хотела об этом сказать, что сейчас вынужденно все театры оказались в ситуации, которая когда-то дала очень серьезные результаты для театра Женовача, студии театрального искусства в Москве, которая была организована в 2008 году, из курса его, и организована на средства мецената, который разрешил ему вести дела в этом театре таким образом, каким ему комфортно, как режиссеру Сергею Женовачу, режиссеру в Москве. И именно у них была тогда возможность, ну, за счет того, что меценат содержал театр определенным образом, действительно репетировать довольно долго и подробно, и не отрываясь на другие дела. И это давало тогда определенный результат. И вся Москва удивлялась, почему такие тонкие спектакли с таким подробным разбором, с таким вниманием к тексту, с такими взаимоотношениями, выстроенными между молодыми артистами. А это было потому, что у них была дана на это возможность. И теперь я как раз думаю, что эта ситуация очень подобна тому опыту, который был в студии Женовача. И теперь действительно многие театры это получили, ну, вынужденным образом, но получили вот этот опыт рождения спектакля в других условиях. Да? Да, это действительно, хочу только еще раз сказать, что очень сложно будет отказаться теперь вот от этого опыта. И, наверное, каждый театр будет пытаться сохранить вот эту возможность работать над спектаклем, не отвлекаясь на постороннее. И другое дело, что мы, наверное, и отчасти сможем это делать, опять же, потому, что очень много премьер сейчас будет создано. И, возможно, мы действительно еще на какой-то период, скажем, может быть, даже года на два, сможем эту гонку, этот конвейер, который был до сих пор, приостановить. А может быть, потом это и войдет в другую колею. Но ведь конвейер обусловлен тем, что, к сожалению, небольшая театральная аудитория в стране. Вообще в целом, да, я могу сказать, что, конечно, это там не Нью-Йорк, в котором всегда есть новый зритель, приезжающие, туристы, не знаю, там и театр другой, конечно, или там в Лондоне, или в Париже, или в любом другом большом городе. И спектакли, я вот думаю о том, что еще очень жалко, что некоторые спектакли просто даже не успевают набрать какой-то жизни сценической. И мы видим их только в момент как бы выпуска. Потом у них проходит 10-15 показов, и нужно снимать, потому что аудитория заканчивается в некоторой степени. И многие спектакли просто даже не успевают набрать ту форму игровую, которую они набирают только во взаимоотношении со зрительным залом. Потому что, конечно, любой спектакль трансформируется, когда он начинает играться на зрителя. Это так? Ну, разумеется, это так. И вы сейчас, Евгений, очень больную тему затронули, и я боюсь тут произнести какие-то крамольные фразы, но с другой стороны, понимаете, здесь, если идти до конца по сейчас предложенной вашей теме, то действительно надо сказать, что существует все-таки вот этот конвейер, необходимость все время привлекать нового, старого зрителя, потому что он действительно все тот же самый зритель заходит по кругу. И возникает вопрос о том, вот, я все время себя торможу, чтобы произнести это или не произнести, но вопрос о том, сколько театров и зачем нам нужно. Это не хочу сказать сейчас, что давайте просто урежем количество театров, это скорее к вопросу о том, как, насколько хорошо сами, я сейчас говорю о тех, кто отвечает за театральное искусство в нашей стране, как таковое, то есть за культурную политику, что вообще мы хотим от этих театров получить. Я этот вопрос уже пытался задавать и продолжаю задавать на самом высоком уровне, потому что, мне кажется, в этом нету ничего неправильного или такого действительно крамольного, если бы мы начали сомневаться в том, что просто вот такое спонтанное существование театров, которые существуют, как грибы в лесу, они и растут, и вырастают, появляются новые, это опять же не значит, что нужно бить по рукам и ни в коем случае не давать возможности какой-то инициативы, но при этом совсем неплохо было бы понимать, что можно, а не урезая творческой свободы, пытаться все-таки этот процесс регулировать, регулировать продуктивно, повторяю, не для того, чтобы уменьшить, сократить, убрать, урезать и так далее, то есть не о репрессиях и тем более, боже упаси, не о цензуре какой-то, но о том, чтобы это регулировалось и может быть, это дало бы нам возможность, опять же, продолжая эту очень важную тему, дало бы нам возможность перестать быть настолько зависимыми от этого беспрерывного производства новых спектаклей, которые в итоге, вы абсолютно правильно заметили, в итоге отражаются на качестве именно еще и потому, что многие спектакли не успевают дозреть до того уровня, который можно было бы считать, скажем, предельным качеством этого спектакля. И получается, что мы где-то отчасти стреляем себе в ногу, что ли, и боимся каких-то реалий. Мне как раз кажется, как человеку, который занимался культурной политикой несколько лет назад, мне как раз кажется, что чем больше театров, тем больше зрителей, тем больше зрителей имеют выборы, и тем быстрее развивается аудитория, и она расширяется, и как бы образовывается лучше в этой ситуации. чем меньше театров, тем и уже становится театральная аудитория. То есть это всегда очень сильно зависит друг от друга. То есть при сокращении театрального предложения сокращается и театральный спрос на самом деле. Это зависимые вещи. И от этого пострадают те театры, которые останутся тоже. Поэтому мне кажется, что чем больше, тем лучше. И чем больше, как бы сказать, вариаций мы предлагаем, тем тоже лучше для аудитории. Поэтому я абсолютно отношусь к тем людям, которые считают, что театр должен быть разным. Он должен быть и развлекательный, и интеллектуальный, и экспериментальный, и музыкальный, и эмоциональный, и чувственный, и какой угодно. То есть выбор должен быть для зрителя любой. Он должен иметь возможность получить свои впечатления театральные в совсем разном театре. Я именно, извините, Евгения, именно об этом и хотел сказать. Не зря я несколько раз сам себя поправлял, говоря о том, что я ни в коем случае не за урезание, за уменьшение и уничтожение театров. Я лишь за то, опять, о чем вы только что сказали, я за разнообразие, которое отчасти могло бы быть спровоцировано как раз неким регулированием. Потому что сейчас получается, что большинство театров, я сейчас говорю о крупных театрах, хотя, кстати, это болезнь касается и небольших театров, театры хватаются буквально за все, потому что они пытаются объять необъятное. И эта гонка возникает именно потому, что все делают все. И мы просто боимся как-то сузить, я сейчас говорю, наверное, от имени каждого театра, мы просто боимся сузить свой репертуар как-то, именно потому, что мы боимся потерять зрителей. Хотя, скорее всего, именно это и не произойдет, если мы четко будем понимать, что разнообразие, о котором вы сказали, обеспечивается именно за счет определенной, ну, не рекламентации, но просто какого-то распределения и понимания, кто за что и почему отвечает. То есть мы сохранили бы разнообразие и сохранили бы это огромное предложение, я тут полностью согласен, ни в коем случае нельзя снижать, но при этом мы сами бы добились большего качества. Вот о чем я говорю. Да-да-да, но это вот тот вопрос, который касается всегда в культурной политике, то, что вы сформулировали, это то, что называется стратегией каждого театра. Что вы имеете в виду, какая ваша художественная стратегия у каждого театра, что вы, для вас важнее всего, как для театра и таким образом для вашего зрителя, который к вам приходит, и тогда он будет понимать, что к вам он едет за одним театром в другое помещение театральное, он идет за другим, в третье он идет за третьим, и у него, получается, очень широкий выбор, и таким образом он начинает уже даже передвигаться. Причем, конечно, я после своих больших гастрольных туров в России для меня в Латвии сгонять к вам, я не знаю, или в Резыкне, или в Липаю, для меня на премьеру, для меня это не является проблемой. То есть, я как профессиональный зритель не вижу проблемы в том, что можно поехать в другой город. И мы попробовали это сделать осенью с несколькими зрителями из Риги, мы поехали на премьеру в Липаю, и я думаю, что это вообще надо как-то внедрять, такие возможности есть, что можно действительно поехать в другой город и посмотреть там спектакль. Мне кажется, это ужасно здорово. Такая возможность. У вас же можно приехать в первую половину дня, съездить в музей Ротко, потом посмотреть спектакль у вас и даже вернуться домой. Ну, разумеется, но, видите, здесь все, наверное, не так просто, и речь не только о возможностях, но речь еще о зрительской психологии, о определенных привычках, о определенных стереотипах. И тут, наверное, это и все равно, это, Евгений, вопрос культурной политики, потому что для того, чтобы зритель поехал в Далгавпилл, скажем, или в Липа, очень важно, потому что мы понимаем, что откуда эти зрители поедут, те зрители, которые находятся в регионе, они и так приезжают, они знают. То есть мы говорим о зрителях, которые находятся, скажем, на расстоянии 200-300 километров от этого места. Значит, ну, тут как ни крути, получается, если в случае с Далгавпилл, мы говорим, прежде всего, о рижском зрителе. Ну, намного сложнее, конечно, говорить, кстати, там, скажем, о курзомском зрителе, потому что это уже 500-600 километров, это уже за один день туда-обратно точно не съездишь. Поэтому, ну, так получается, хотя мне не очень этого хотелось специально указывать на рижского зрителя, скажем, мы говорим о рижском зрителе. И вот тут опять возникает вопрос, насколько рижский зритель хорошо информирован о том, что происходит в Далгавпиллском театре. И это опять вопрос как культурной политике, так и вопрос отношения ко всему этому людей, отвечающих за информационное пространство. И это тоже одна из больных тем, потому что, к сожалению, пока максимально информация сконцентрирована только вокруг того, что происходит в столице. Очень сложно, и мы это видим на примере и общественных СМИ, что их ресурс, в том числе финансовый, он ничтожен, и они не способны даже обеспечить корреспондентские пункты в регионах Латвии, хотя вот вы говорите о том, что это не такая большая страна, и можно в один день съездить в оба конца, и все. Да, все было бы так, если бы это, все было бы хорошо, если бы так оно и было, но вот, увы, к сожалению, несмотря на такие, действительно, вроде бы, имеющиеся возможности, даже профессионалы далеко не всегда этой возможностью пользуются, и я думаю, что здесь буквально, ну, такой замкнутый круг, чем меньше информации, тем меньше интереса. И в том числе очень важный вопрос, о котором вы только что сказали, это вопрос о том, да, как относятся театральные профессионалы, которые имеют определенное влияние на аудиторию, как они относятся к тому, что театр должен быть максимально разнообразным. Здесь, мне кажется, тоже существуют определенные разночтения именно у самих профессионалов, и я целиком поддерживаю вашу идею о том, что театр должен быть разный, и не нужно бояться, что театр не причесан под какую-то одну гребенку, и обязательно все спектакли только вот под одним критерием соответствуют, но, к сожалению, у нас такая, что ли, болезнь, что ли, желание быть очень похожим на кого-то, у нас она тоже существует в нашей маленькой стране, поэтому нам нужно и от этого освобождаться, легко. Но мне кажется, что вопрос как раз информированности зрителя и его вовлечения, это действительно очень важный вопрос. Если говорить о том, с чего начинать, я бы как раз говорила, что, наверное, это самое важное, с чего можно начинать. И вчера была дискуссия о том, как разделяется, например, театральная деятельность в русскоязычном и в пространстве и в пространстве латышского языка, и два часа мы обсуждали это. Но я с самого начала, и я придерживаюсь этой точки зрения, говорю о том, что, конечно, вопрос в разделении информационного пространства очень серьезный тоже. Потому что люди, у которых, например, информационная лента идет на русском языке, они просто лишены возможности просто даже знать о том, что происходит в каком-то параллельном мире, что происходит в независимом латышеском театре, в молодежном латышеском театре, даже вот где-то под боком, в музыкальные события современного искусства. И это касается очень серьезно именно современного искусства, на мой взгляд, вот по моему опыту проживания здесь в течение нескольких лет. Я понимаю, что это разделение, граница эта идет очень серьезно именно в отношении современного искусства, экспериментального искусства. Вот тут как раз русская аудитория, она поглощена совершенно другими видами культурных, в другом культурном пространстве живет информационно. Это больше связано с какими-то общепризнанными развлекательными вещами. Ну и как бы она в этом варится, и поэтому она этого и в театре тоже ищет. Вот мне кажется, проблема в этом. Я хотела по этому поводу у вас спросить вот что. Ведь у вас разноязыкая и труппа, и аудитория. Да, это так. И опыт этот не вчерашнего дня, и этот опыт уже многих лет работы. И вы позволяете себе делать экспериментальные вещи, довольно серьезные, вот как я уже упомянам, упомянутый мой спектакль «Человек из Подольска», например, в котором очень такая странная сюжетная линия, и диалоги прописаны довольно такие абсурдные. Вы позволяете себе делать довольно разные вещи внутри своего репертуара, экспериментируя и с новой драмой, и делая музыкальные спектакли. Да. Это этот выбор вами осознанный, и почему такая разнообразная творческая, творческий репертуар в театре, это именно для того, чтобы собрать максимальное количество аудитории Даугов-Пилса в вашем театре? Я хотел бы, конечно, не хотел бы выглядеть не скромно, но в своем ответе, но дело в том, что как раз я абсолютно согласен с тем, что вы сказали, анализируя проблему скажем, русскоязычного информационного поля, в котором очень мало информации о современном искусстве, о направлениях, ну и прежде всего сейчас я говорю о театре, разумеется, и так вот, ну да, не хочется выглядеть не скромно, а тем не менее, именно эту проблему мы пытаемся решить с помощью того, о чем вы сказали. Видите ли, здесь получается так, что мы вынуждены попытаться, что ли, зрителя, как бы это слово такое найти, обезопасить, что ли, в таком эмоциональном плане, потому что когда человек не знает, например, состава какого-то блюда, которое ему выглядит, для него выглядит странным, он его, скорее всего, будет опасаться попробовать даже. Ну извините, что это такое сравнение. Очень правильное сравнение, по-моему. И когда, например, в информационном пространстве человек не сориентирован, и он боится таких же, вот именно боится пойти, потерять время, получить негативный опыт от просмотра каких-то там спектаклей, которые ему кажутся какими-то никчемными, которые для него являются чуждыми, да, вот, испанцы говорят, чего не знаю, того не ем, ну вот точно. И тут, ну мы театр, мы не занимаемся информационным полем, но для того, чтобы обезопасить вот именно эмоционально зрителя, чтобы он мог легко, как бы доверяя нам прийти и посмотреть что-то, за что мы отвечаем, как как театр, который производит спектакли, мы пытаемся создать вот эту среду такую, где зритель может сначала прийти на то, что он точно хорошо знает, понимает, то, с чем он знаком, пусть даже не в связи с информационным пространством, которым он пользуется, а из своего опыта исходя и так далее, какой-то наитии, интуиции, и затем понимая, что мы относимся очень уважительно к зрителю, что мы не хлещем его по щекам просто и не пытаемся его обязательно вот так высокомерно пробудить, мы, мне кажется, постепенно, в том числе и проходя какие-то промежуточные стадии, мы движемся и предлагаем что-то совершенно радикальное, и там названный вам пример «Человек из Подольска» это, ну, совсем еще не радикальное, и не самое радикальное, что есть в нашем театре, если мы говорим о каком-то эксперименте и о чем-то таком, что, может быть, действительно очень далеко уходит от традиционного понимания, каким является театр, и мы видим, что на этом пути как раз мы очень успешны именно потому, что в нашей ситуации, в ситуации разнообразия, в том числе языкового разнообразия, мы точно, совершенно, вот именно я сейчас говорю о Далгустовском театре, мы не могли бы сузить свой репертуар до, скажем, только там, новые драмы или что-то постдраматического, например, мы точно понимаем, что мы тут же потеряем нашу аудиторию и потеряем ее доверие, поэтому, и то же самое касается языка, это очень связанные вещи, мы находимся в регионе таком мультилингвальном, у нас многие актеры, их родной язык является, например, польский или латышский, естественно, или русский, или латгальский в том числе, и таких жителей, хотя бы мы понимаем, что большинство этого региона это русскоязычные, те, для кого русский является первым родным языком, но ведь огромная масса людей также родным языком считает другой, и здесь, как только бы мы начали разделять что-то строго по языковому принципу, мы опять же шли бы в разрез с тем, где мы живем и для кого мы работаем. Все-таки так или иначе, вот возвращаясь опять же к вопросу чего-то непонятного, театр, конечно же, должен развиваться, театр, театру следует быть современным, ему следует говорить с зрителем на понятном языке, театру стоит говорить со зрителем и на непонятном языке, если зритель готов его понимать или пытаться его расшифровать, но это в любом случае должно быть ровно в такой степени, чтобы не переступать границу и становиться высокомерным, когда театр точно лучше, театр намного прогрессивнее, умнее, главнее, чем та аудитория, которая к нему приходит. Мне кажется, что мы должны предлагать, мы можем пытаться наладить диалог и на разных языках, и с помощью разных форм выражения, но при этом точно понимая, с кем мы разговариваем, для кого мы разговариваем, и если мы ставим спектакль какой-то, так сказать, фестивальный, условно, который мы хотели бы привезти в Европу, для того, чтобы показать, что мы хорошо понимаем и эту эстетику знаем, то мы делаем это с такой целью, но если мы хотим говорить со зрителем и не ограничивать его количество, это очень важно, то мы должны общаться и на том языке, и в прямом, переносном смысле, которым владеет наша зритель. очень вдохновляющая ваша речь была, давайте мы на ней закончим, Олег, спасибо большое, наша программа просто подошла к концу, время быстро пролетает, кажется, что еще есть возможность о чем-то поговорить, но я думаю, что мы с вами продолжим, хорошо? Уже подробнее о том, что происходит у вас и с надеждой на то, что мы из Риги приедем к вам в гости посмотреть ваши новые премьеры. Удачи театру! Тем более, что время в дороге тоже прилетает быстро. Да, хорошо, спасибо, спасибо большое, удачи театру и до встречи, я надеюсь, до скорой. Всего доброго!